Девочки, ну давайте не будем открывать ваши секреты и тайны. Вы знаете, что такое чейрлидинг или как он называется, да? Девочки вот во время, перед футбольным матчем, бутлясу и так далее. Почему это нужно? Потому что на самом деле у женщин есть сила над мужчинами. Сила вдохновлять. Вы музы, понимаете? То есть мальчики смотрят на девочек, особенно на красивых девочек, на веселых девочек. И им хочется жить. Они понимают, что все хорошо. Это вот очень важный сигнал для мужчины. Когда женщина, она улыбается, значит все хорошо. Значит мужчина понимает, что он делает все правильно. И наоборот. То есть ваша сила, она как раз в другом. Женщина – это откровение доброты и нежности. Мужчина – это откровение силы и надежности. И воспитание именно на этих вещах и строится. Мужчина, папа может даже ничего не говорить мальчику. И мама тоже может морали какие-то не читать. Но ребенок смотрит на маму, что она добрая и веселая. И он смотрит на папу, что он достойный человек. И он счастлив от дела, которое он выполняет. И он видит, что папа гордится, что ли, своим делом. Он занимается хорошим делом. Он живет достойно. Он счастлив тем, что он жив. И ребенку уже этого откровения достаточно. И сила женщины как раз в этом. Доброта и веселость. Вот любого парня спросите, что больше всего ценится в девушке, мужчина. Они, конечно, могут там шутить всячески, говорить, что там крутизна и так далее. На самом деле все ищут только одного. Чтобы девушка была добрая и веселая. Неважно, при этом красивая вы или нет. Потому что красота она изнутри высвечивает. И может быть там нос длинный, и уши лопоухие, и волосы редкие. Но вы будете добры и веселые, и вас влюбится весь курс. Потому что именно этого ищут люди. Потому что так устроен мир. И в этом сила женщины, именно в этом сила женщины, она вдохновляет. А вот сейчас, когда у нас исчезло это откровение нормальной мужественности, то есть стало мало этих людей, на которых держится мир. Во-первых, у нас очень стало большой недостаток в мудрецах. Понимаете, обществу очень нужны мудрые люди. И от пожилых людей этого ждут. А мы видим от пожилых людей, исходит другое там. О, пенсию опять подняли. На боль Бога поднялось его. На 3% сказал Лукашенко. Бачили, что робится? А у нас воду перекрыли его. И живи на этой копейке. Я, конечно, очень утрирую, но человек молодой ищет интуитивно в пожилом мудрости достоинства. И не находит в этом. Интуитивно дети, женщины, молодые люди ждут от мужчины зрелого. Вот этой уверенности. Мужчина вдохновляет окружающих, настоящий мужчина. Не добротой и нежностью, а уверенностью. Потому что ты смотришь на этого человека, ты понимаешь, что он все решит. Вот мне приятельница рассказывала, 10 лет злодейка такая никак замуж не выходила. Мы там выталкивали, а все мы монастырем. Давай уже как-нибудь, хоть за кого-нибудь. И внезапно приезжает, говорит, все, выхожу. Говорю, как, что случилось? Поехали отдыхать в Крым. Там какая-то была заваруха на дороге, непонятно что, как. Парень, с которым она поехала, вышел и порешал, как она выразилась. Вот он сказал, сиди в машине, вышел, решил вопрос, сел, поехали. И она сказала, выхожу. Он еще и предложение даже не делал. Она его потом поставила в известность. Он теперь ее муж. Она увидела как раз вот это откровение надежности. Понимаете, как вот старая песня была такая. Атланты небо держат на каменных плечах. Почему там у мужчин, вот даже физически у них плечи больше. Потому что вот на них держится небо. Это их такая большая работа. Это вот уверенность в том, что есть человек, который примет решение. У нас был батюшка, я о нем писал статью, когда занимался сбором исторических разных сведений. Отец Данил, такой старый священник, старые закалки. И мне его сын рассказывал, что он не умел даже утюг починить. И в доме все делала матушка. Утюги, стиральные машины, все это вот, все было на ней. Из-за того, что она там железом крыла крышу и так далее. Батюшка чем занимался? Он принимал решение. Это смешно, но на нем действительно держалась вся семья. Понимаете? Вот был такой человек, который вот, он принимал решение. Он был главой, он был хозяином. Понимаете? Дело даже не в том, что он чего-то там не делал. Вот сам дух был семьи в нем. Здесь сосредоточен. И это очень хорошо люди чувствовали. Вот у нас старые, например, бабушки приходят поменить отеца уже 10 годов, и я к моему хозяину ушел. Помер. И говорили, хозяин. То есть вот уважение к мужчине было, и уважение со стороны мужчины к женщине. Взаимное уважение, понимаете? Не просто любовь, не просто отношения какие-то, а очень уважительное, красивое, эпическое даже отношение в каком-то смысле. И мне кажется, это правильно, это нормально. А сейчас вот какая-то такая болезненная, знаете, стихия феминизма, эмансипации, она только ломает все эти отношения традиционные, здоровые, естественные. Мне так кажется. К тому же я человек не женат, а мне вообще все равно. Как хотите, то и жалейте. Пусть поубиваетесь. Это вы правы. У нас вот много в лошади многодетных семей в церкви ходят. И есть одна семья, вот они приехали из Узбекистана, но там пополам есть из Узбеки, русские вместе. Ну вот и очень интересно в семье у них выстроено то, что, например, вот разговариваешь или по телефону, или что-то там с женой. Мы давайте сначала вопрос еще. Она 10 вечера... Есть пытание решение? Да, да, да. Потому что есть вопросы... Просто одно фазу. Потому что 10 вечера, ой, извини, я привысь, я должна идти стелить постель. Правильно. Вот я говорю, я к чему. Вот я просто залюбовалась. Думаю, вот это вот такой стержень. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok